Вот, видите? Видно, нет? Да Видите, пришлось долго возиться, пришли мастера тут и подправили Что-то во время разговора с вами случилось Вы заново повторите все вопросы, какие были Хорошо Потому что они записались там, про что-то вы говорили Да я понял, а вы заметили, это уже второй раз у нас так, первый раз там выходите Мы все записываем, вы не против, что в интернет выставляется? Нет, я не против Говорите, пожалуйста Ну да, помните, уже второй раз у нас такой казус, у вас тут целая аппаратура? Я не могу сказать там Ну, второй раз, ну, такое случается, но это не все время Да Но это чистой черти воду молят, чистая безобщина Так и не хотят они, чтоб я видно с вами пообщался Ну вот видите, все-таки направили, вышли Да, ну слава Богу Слава Богу Да, сразу просто еще уточнить насчет благословления Когда вот от луки сказано И в храме прославляли и благословляли Бога Вот разница, прославляли и благословляли Бога То есть прославляли, понятно это, ну, славить Бога А благословляли А вот когда говорится Господи, благослови нас Мы не говорим словословить нас Благослови, то есть создай благо И чтобы это исполнилось Все было хорошо В семье, на работе Это значит благословение И написано, благословляющий вас благословен будет А проклинающий вас сам проклят будет Это говорится об евреях Никогда не злословь евреев Я вас прошу просто всех Это первое начальное благословение, которое нам дает Господь И последнее, это десятина, малахи А между ними все остальное идет Так вот, это понятно Я просто подвожу слово Но когда говорится, что Благословите Бога люди А как? Написано, без всякого прикословия Меньший благословляется большим Не священник епископа И не ребенок отца Но старые люди уже понимали это Вот когда наступает Великий пост Я помню, у нас мама Священства не было Но вот это было Друг перед другом кланялись И просили благословения у родителей А родители у детей Видите как? То есть мы должны благословлять друг друга, а не проклинать Благословлять, то есть желать блага Славословить Это возвышение третьей ступени Славословия То есть равных ему нету Ему слава, аллилуйя Аллилуйя, слава тебе Боже наш А благословлять Славословим Слава отцу и сыну А благословляем Благодарим за все Что Бог нам дал Как все Премудро устроено И мы Возносим Знаю, что Он благ Никто не благ, только Бог За благо, которое он дал Потому что Когда мы говорим Вот этот человек Он любит другого Но у нас любовь от Бога Всякое доброе даяние От Отца Светов идет А Бог сам по себе Является Самосущественным Он Любовь ниоткуда не берет Он сам есть Бог есть любовь А человек не есть любовь У него Это идет От кого-то Этот луч падает на него И он возгорается А Бог сам по себе Истина У нас если истина есть Это от Бога Если мы Любим добро друг друг делать От Бога А Бог ниот кого не берет Самосущественное благо Самосущественная любовь Самосущественная истина Я есть путь истины и жизнь И когда говорят Благословляйте Бога То есть Славьте Его за все Благодеяния Милости Которые разум постигает И не постигает А словословие Когда не понимаем Вообще ничего Словословие Выше благословия Выше Потому что Тут мы славим за благо А там Вообще не осознаем ничего Просто аллилуйя Поем свят 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 Господь сового Вся земля полна славы его Аллилуйя То есть Первая ступенька Просительная Дай помоги Сохрани Защити Пронеси Второе Благодарение За то что просил получил И за то что не получил Благодари А третье Я не нуждаюсь ни в чем Только аллилуйя Но это ангельская ступень И поэтому В церкви молитвы Все время переплетаются Господи помилуй Это первое Дальше идет благодарение Ты свят Господи Мы тебя благодарим Благодарим И третье славословие Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и присно и во веки веков Аминь Ну я понял вас Благословляйте Все равно что благодарите Да Обращайтесь Зав И Faith За благо Да Няп Cabin За баго еще. В нем смертные все эти, которые передаются ДНК и все остальное. Все смертельное. И поэтому сегодня по природе душа язычница, но не христианка. Это мы Тортулиану подсказываем. Второй вопрос я перед этим задал. Благословение у священника надо всегда выбрать такого. Уж не молодого, который явно по канонам он уже до 30 лет поставлен. Какой от него можно ждать благословения, если он недействительный священник. Уже надо найти такого священника, у которого можно будет причаститься. Потому что как вы дальше говорите, святые отцы, священник благословляет, а Господь Бог не благословляет. Ну какого он священника, если он молодой? Надо найти уже такого, уж хотя бы это не каждый раз, не частое дело уж исповедаться, причаститься ну, скажем, нормального священника, скажем, рукоположенного и в возрасте принявшего сам в 30-летнем. В общем, находить такого, а не просто абы кому. Правильно? Но опять же, в этом показывается свобода совести вашей. Если вы узнали, уже не надо. Экономия разная, да вот сейчас не хватает священников. Ты не... Такое слово, по-русски оно не звучит, по-славянски оно крепко, бледословие называется. То есть пустословие. Это слово не ругательное. Оно именно в церковно-славянском написано так. Поэтому не надо, и говорит, любят, чтобы льстили слуху. А в славянском, он скажет, чешем ее слухом. Ты, говорит, меня не причёсывай. Слова-то какие. И поэтому найди такого. Вот у нас никто 30... Раньше 30-ти лет из знакомых наших никто не рукополагается. А у нас были священники, приезжали, а они у нас. Меньше 30-ти лет. Он как рядовой стоит и молится. Три года молился, пока 30-ти лет не исполнились. Мы не под благословение, не подходим ничего к нему. Ну понял. Кстати, вот сейчас увидел Володя. Привет ему большой. За камерой стоит. Миро. Скажи, чтобы тебя увидел. Миро. Слышал ролик, когда ты тоже рассказывал о рождении свыше. Как бы оно очень поучительное. У вас своя история была. У него своя. Я думаю, просто как бы пожелание. Так вот, у вас вообще не... Вы знаете ли, кто рожден свыше, кто нет? Вот составить бы такой ролик, чтобы каждый рассказал о себе, как он родился свыше. Просто у каждого свои разные судьбы. И вот интересно посмотреть, как... у кого это происходит. У нас уже написано. Вы зайдите на наш сайт. Сайт, знаете? Да я на сайте. И там книги, книги. 15-й, 16-й том. 84 свидетельства уже записаны. А, понял. 15-й, 16-й том. Я записал. Все, вопрос снял. И там адреса обратные, телефон. Можно позвонить, поговорить с людьми с этими. Все, понял. И там люди сами писали. Я ничего не добавлял, кроме эпиграфа сзади. Угу. Хорошо. Простой такой вопрос. Вот что отвечать, когда, допустим, говорят, просят, прости? Есть отвечать, Бог простит. А как бы более правильно, как ответить на вопрос этот? Ну, не Бог простит, а так как бы утвердительно, что мы знаем. А когда говорим, да, это пожелание. Бог, да простит тебя. Слово да надо добавить. Бог, да простит тебя, да? Бог, да простит тебя. Это значит, я пожелал, но не знаю, простит или нет. То есть, мое искреннее желание. А когда говорят, Бог простит, я утверждаю, не хоть какой-то будет, он просит тебя мы русскую речь свою унизили поэтому надо освещение голову слышишь ну вообще бывает по передачах бог простит но это я так тоже думаю вроде как неправильно бог да простит тебя именно так старцы всегда отвечали бог да простит тебя щадо мое да благословить тебя это пожелание а я молиться буду ну да кто-то попросил значит так ответил и это самое правильное да именно так понял вас в некоторых церковных славянских местах читаешь святые отцов встречается там вот фраза когда искушал демона это дьявол христа есть такой там перевод иди за мною сатана иисус ответил а в нашем синодальном переводе отойди от меня сатана большая разница понимаете это мы говорим не переводе о другом языке это другой язык это другой язык совершенно это нам кажется хорошо я вам сейчас говорю войну что означает вы ну вы ну это вот из кармана вы на руку а когда читаем по-славянски означает всегда это совсем мы говорим как и животе твоему зримся во свете вызовет как и гробным живот дарова ну он стоит с таким животом это мне бог даровал живота означает жизнь жизнь я понял там еще такой иди за мною сатану богу моему поклонимся а здесь от одет меня цена правильно здесь абсолютно два разных смысла совершенно тем более если сходная у нас на русском языке сходное звучание это никак нельзя допускать это извращение в уме переводе говорю может по-славянски там с какими-то дальними переходами может она и означает то же самое что отойди может быть такой смысл но так как он сходит с русским а русский язык говорит что следует за мною то надо убрать было это это вводит в заблуждение я говорю о переводе перевод звучание может он и правильный но в значении русском он переворачивается другое не проще айди ко мне это разные направления тут же походу сейчас мысль такая вот на литургии очень много времени да вот тратится на церковном славянском вот больше времени ты слушаешь и ничего не понимаешь чтобы на русском не всегда понимаешь потому что слишком быстро таратурят а на церковном славянском это и так время дорого и вот я чувствую это не слышал вы же хотите да или как предлагаете что перешли на русский язык по-моему это самое будет более правильно человек пришел как вот шутин заходит пришел время выиграл час простоял ни хрена ничего не понял развернулся и ушел такой какой-то словос услышать боже это так час простоял но подошел а если что поставлю там минутку две помолился и вышел я распространена правильно будет если вы зайдете на наш сайт на нашем сайте там вверху на главной странице написано к истинному православию книга вы ее ткните и там по оглавлением смотрите о слове там столько подробно что святые кирилл и мефодий что говорил феофан затворник непременно нужно чтобы понимали непременно что на родном языке почему так священство это упремится чистая прихоть какая-то осипа брата пославляет церковнославянский язык это уже мертвый язык его никто не знает до столько времени попробуйте его изучить но осипов или говорить это трусость от от трусости трясется старик бритый нельзя бриться нельзя галстук носить он все это делает и теперь вопрос а зачем он так говорит боится что успехнут ему давно бы на пенсии быть а он все это он скольких людей то перепортил конца краю нет вот они оттуда выходят вот такие вот жлобы только деньги корысть и деньги трусость и корысть таких учеников воспитал ни одного героя нет почему портопопа авахума не было таких учеников потому что сам герой ну я так и думал примерно да ну конечно же пришел послушал слово божие те же протестанты везде пришел человек он услышал слово это много непонятно ничего упростить всю эту ритургию но понятно уже как есть так и есть тут уже каждый сам выгребает за 7 ну сам выгребает чтением вот это вот ваше сейчас очень да этот сайт богатейший конечно еще раз благодарю что такой человек да господь послал на нашем видеоканале сейчас выставляется жития по отдельному жития святых и смотрите это я насчитывал еще восьмидесятых годах все 12 томов жития святых они мной насчитаны 1173 жития ну что это они а он сектант ну какой сектант будет жития распространять то маленько додумайте а слово сектант ругательное он лепит а когда начинаешь говорить раскольники так раскол то никон сделал а не вакуум и сейчас кто раскол делать а патриархия делает раскол а зарубежные 13 разных юридикций пошло все перевернут колета топора не чурка кто щурку расколол топор кто это предложение сделал на признание канонического общения кто кто это ввел то люди манкуртами стали вы знаете это слово например если не знаете то зарядите слова манкурт манкурт в яндекс или и вы выйдете на щенгиза и тматова роман плаха нет нет это бураный полустанок бураный полустанок и там это все прочитайте там сейчас фильмы поставлены показано это манкурт это совершенно ничего не соображает это зомби это придумано а манкурт это натурально у него шапочка верблюжья приросла и он не не может еще не думать и чего что сказали туда и бежит вот такие патриархийные в основном все 98 процентов как патриарха руси 2 говорил они не слышат если не понимают когда первые с вами познакомился после кураева когда он о вас отозвался что такой человек и вот послушал и уже я регулярно каждый день слушаю вас понемножку но слушаю как нападают вас ну все такое как вы отвечаете с ними и вот слушая вас и вообще то что творится и как на вас нападают вот события двухтысячелетней давности они вот прямо жили сейчас когда читаешь евангелие думаешь как же эти священники там книжники нападали на христа вот это вот на апостолов а вот сейчас это время вот слушая вас что творится в данном случае вот церкви нашей православной на руси события реально вот смотришь и представляю вот оно время вернулось как бы пожалуйста в реальности и действительности за что они нападают они уже сколько судебных процессов готовили на меня в почае вы везде ну выйдете а мне говорят что они горят самоубийцы так вот именно возьмите выйдите в открытый бой как говорится то книги мои судят я буду этих них еще столетия будете расти они написаны в пророческом духе как то есть я брал от пророков и вставлял никому не угождаю в каждой книге около трех тысяч ссылок на святую библию еще тут говорит так вот именно да и чем больше да и раньше и вас вот слушаешь убеждается именно что господь будет судить по слову которому которое я не я буду судить а слово которое написано будет судить вас нет ничего святее важнее библии правильно уже отошли но и не от библии да а тут еще слышу там есть одна и друг женщина священник запрещал читать его это библию в синодальном переводе это вредно для вас не пообщался просто удивительно как священник может такое а когда вас слушать что вы ездили по деревням она как-то понимаете далеко было когда я своими глазами другом ну женщина друг мне это пишет говорит но это в голове не укладывается как можно такое было вообще и звук священника такое а ну правда ответил что это черт бурясь александр не удивляйся когда апостол павел прощался то он в милит вызвал из детства священник пресвятеров и песка епископов и говорит это 20 глава 29 стих и будут новая на них говорит говорить привратно чтобы увлечь учеников за собою это их доход это бизнес церковный чтоб свечки покупали платили за мертвых за живых это мародеры церковные господь вымел деньги всем даже платить святую десятину и на этом все закончилось наша община она настолько уникальна что они от злости лопаются они никогда не дорастут до этого у нас как один человек все все молятся смотрите мы ставим как причащается как собрание идут и мы все выставляем еще даже не отрезаем почему а мы не боимся они боятся везде где-то прячутся закрываются почему потому что труса сикары сделает их такими жалкими и поэтому они не на баптистов не на мусульман не нападает только на меня они осипова не трогают а чего не будут трогать они из одного кошеля все вывалена ворон ворона глаз не вы не выклюет я говорю только то что господь хочет чтобы мы все спаслись никто не оказался опоздавшим а они ненавидят господь говорит я чту отца моего а вы бесчестите меня вот и все это так было апостол павел говорит если бы я угождал людям то не был бы рабом христовым это несовместимо они рабы жалкие рабы манкурты которые нападают их называют патриархийная кодла то есть куча собаки собрались а ничего не делал каждый день вокруг моей колокольни кто у меня в друзьях с вами поговорю они сейчас на вас всякую а это лапкин такой то не обязательно вас искать будут чтобы залить грязью они не успеют он не был назареем он не был назареем ни одного дня волосы на определенный срок ну допустим самое большое было пять лет обед брали они и волосы не стригли а через пять лет волосы остригали он не был назареем а почему не был да потому что говорит он друг пьянисом он пил вино а монозаре не должен был губы мочить даже он не должен виноград есть даже косточки с винограда нельзя люди не понимают ничего или вот введение во храм богородицы трехлетнюю девочку 15 ступени и вели во святая святых еще и там было делать когда там окон нету там куклы играть нельзя было когда при священник патриарх тогдашний один раз только в году мог зайти туда если бы она хоть один разошла и сразу бы убили люди вообще не понимают ничего вот антоний антоний блюм митрополита то об этом говорит что это выдумка все монашеская и зачем это было надо отказываться так спрашивается вы придумали этот момент оставили бы этот эпизод нет зачем-то придумали монахи монахи бог сказал идите по всему миру и пропадать евангелие а они стены построили самое сильное крепкое мужественно засасывали там гибли не давая потомство а вот она мусульманской пришло да насчет монастыря весьма печально столько времени на повышение идет о сотнях тысяч монахов которых заблокировали а это могли быть проповедники и англотоус это понял когда в ссылку потащили и давай монастыри распускать отправляйте в англию пускай идут проповедует значит у него волосы не такие как на иконах не стоит не знаем но только скажем длинные волосы были только у назареев длинные волосы павел говорит павел на сам иудея если мужчина растет волосы это бесчестье для него не может быть бесчестный наш господь они вообще не понимают люди что делает говорят надо знать еврейские законы вот на вот у нас причастие совершает на квасном хлебе а у католиков на пресном и на меня нападать агры не могло быть квасного если квасный вкусить семь дней это наступили дни опресников его сразу убили христа никакой голгофа бы не было вы да они не понимают о чем говорят пасха и дни опресников это одно название но у нас она есть я признаю квасное я зачем обманывать у католиков на пресном первоапостольская церковь всегда на пресном почему это мы же берем-то от евреев веру свою и написано что уничтожить всяких кто квасное вкусе да будет предан смерти еще не понятно что это страшная угроза они даже ребятишек своих посылали в подпол смотреть крысиные норки не затащили ли туда чтобы все запечатано было чтоб крошка не попала они не понимают люди ничего этого почему страха божия нет и бог не просвещает покинул тут дело не в понимании в дело отдачи господа если ты отдался богу все то серафим царовский сказал стяжи дух мирный и вокруг тебя спасутся тысячи я говорю что было такое у него не было а у кого было за 200 лет не у кого не было а к нему и шла вся россия но вся россия поднялась надо быть семнадцатом году друг против друга красные какие мирные когда бой не началась гражданская война все непонятно то что это слова он не мог это сказать это выдумка александр прямо говорит давид я мирный но только я заговорю они к войне я молчу я хороший но как я только сказал что надо христу всем умом служить вот выходит староста в церкви и говорит братья сестры у нас тут люди появились бородами пояса носят это как американские шпионы еще придумали жить по евангели дорогие братья сестры да кто когда жил по евангелию подумайте что они говорят это в храме выходит настоятель и говорит тоже люди появились у нас и говорят что надо жить по духу они не по плоти да кто когда жил по духу а ему священники в алтаре говорят батюшка так так написано опять накапают архиерею на меня они не знают бога страха божия нет еще с них спрашивать за них только молиться можно пока вот это вот плащаница все понятно непонятно истина она не истинная читал я много не это на кураева не там целую там небольшую пробовали а плащаница вот спас же не рукотворный как будто бы с нее нарисован нет не нарисован это царь едески авгарь авгарь он болел проказой и когда он послал к хрису туда христос взял убрус убрус это полотенце и приложил к себе и отпечаталась это может быть это христос а тот утерся и выздоровел но когда узнал что евреи его распяли он решил с войной пойти отомстить евреям то есть он не обратился к богу ну а теперь плащаница это никакого отношения к тому не имеет нерукотворным образу никого и поэтому никто не знает кому принадлежит да это кровь определили определили примерно откуда происходит из палестины ну анализ показал там пыльца какая между ниточками попала того же мощь я кровь это может быть разбойник лежал какой никто не знает все остальное только до придумки до кого-то исцеление исцеляются люди везде у кришнаитов у буддистов исцеляются мусульман это не доказательство господь по любви дает исцеление они ради плащаницы какой-то но это я спросил уже так для общего сведения я не верю в это потому что была назначена комиссия патриархии и там два сопредседателя было павел флоренский директор геологической академии и этот иоанн экономца пархимандрит и они исследовали мироточение и в конце выявили вывели наконец не не чистая ли сила над нами издевается а мы голову ломаем народ наш тупой невежественный я говорю здорово приехали почему баптисты никогда не скажешь что народ тупой потому что учит их а когда слепорожденный пришел они говорят народ этот невежда в законе вот он невежда вы его довели до этого состояния это не учили а все по славяне травили его непонятным языком отстоял службу отстоял как будто столб какой ну да именно что-то стоял а спал так вот такой вопрос попалась в евангелие слова товарищ уже в то время значит слова товарищ да существовало как бы в их понимании в том времени что означало то но не тоже что у нас при коммунистах употребляли слова товарищ но знаете если тысячелетия люди разговаривали какое-то слово надо было брать и какой-то флаг надо было придумать а все это соломон это уже было под солнцем товарища это разве плохо и ну два товарища то есть близкие друг другу готовы встать друг за друга я просто читал диван попалась слова товарищ но как-то на глаза думал уже в то время товарищ оно как бы уже существовало да но в том плане приятель можно сказать но какой смысл это у них вошло как господин говорит всех назвать господами вот допустим англии лорд или гр там того а он может быть и тебе не господин совсем а его так принято называть но и все ваше сиятельство а какое сиятельство там прокуренный князь блудов ну а теперь это являются возле души умерших или это явление ангелов вот как тоже последний массам что в образе тебе может быть умерший человек является но это может быть скажем образ вернее ангел в образе твоего близкого отца или прочее может явиться как правило как правило в абсолютном большинстве является демон демон чтобы обольстить и поэтому на это нельзя прилагаться это вы во сне говорите если во сне вы видели крест крест это на 100 процентов от бога если креста не было тут уже на двое это бывает не на двое на трое первое от бога сон может быть второе дьявол навеял и третье от заботы от переедания понял ну вот о смерти бывают многие святые одни боялись смерти но павел не боялся он хотел разрешиться уже от смерти он перешел до таких видом мало эту грань что ему смерть смерти он не боялся а многие те же самые святые сейчас мы не помню кого многие перед смертью даже боялись ну как бы самой смерти именно боялись перехода вот этого это естественно естественно страх смерти страшен вот почему пафмоте бороской никого не принимал последний день говорит сегодня день страшный для меня и все человеческое суд божий далеко не человеческий и князь пришел и ему не разрешили зайти вот и все мы идем на суд божий он называется неподкупный там никакие никто не поможет интересно когда хрущева то выгнали он дома там был писал эти свои мемуары а его не везде он смотрит и в туалете стоят но тут то что вы могли слушать мои звуки я издаю старик говорит им говорит а вот ты тут солгал это мне зачем лгать мне пора же эти ответ давать вот и все в трудную минуту что страх боялся смерти вину не ставится ставится вину отречения а если он боялся и выдержал это награда за это я вот когда кончился у меня суд но потом когда я вернулся из тюрьмы из лагеря то я говорю вот вы на суде были как со стороны выглядел я ой как вы вели себя мужественно вы этих кгбсов громили советскую власть ленина я говорю совсем не так у меня внутри все сжималось и тряслось и я боялся потому что у меня грозила статья в два раза больше срока но нигде это не проявилось никак а зачем вы говорите люди к вам будут по-другому относиться а зачем мне на ложные не надо я трусливый боязливый но господа благодать меня укрепила я нигде не сдался меня никто не вербовал первые допросы я начал к гбшников обращать богу все и поэтому не понял здесь не надо даже позориться всем предлагали сотрудничать мне никогда не предлагали первый допрос я больше половины времени трачу на то чтобы сделать его христианином следователь обратился к богу начальник тюрьмы умер по-божески по-христиански вот и все я могу показать результаты но я все время боялся что я бесстрашно я не боюсь бывает моменты где он на ножах дрались я в середину там втесался и разнял их я делал как будто не я был и и все я боюсь всего каждый день боюсь а сейчас вот допустим ну разница не что я не 50 что вам там каждый день можно допустим умелить это понятное дело но у вас сейчас присутствует ну вот если задумываетесь об этом страх смерти я не о смерти говорю а то как бы господь не отступил я не о смерти говорю страх то совсем нет а изменение обстановки в которой я окажусь не таким и поэтому я все время прошу укрепи меня господи страшится плоть моя и душа моя трепещет как давид когда говорит стал я где-то пучина увлекает меня укрепи меня господи обстановка вот человек куда-то идет от сейчас бы я встретился с путиным а он сказал ну я сейчас еще у власти проси чего-то у меня хочешь никто не догадается еще бы я попросил я вреда думать не стал сразу попросил бы у него помоги сделать раскрутку сайту моему чтобы миллионы людей узнали мне неважно обратятся нет чтобы они узнали что было такое невиданное сокровище наш сайт наш youtube чтобы они на суде божьем не имели отговорки им дать понять что это хорошо чтобы враги умолкли все такого сайта нету 50 клик насчитано моим голосом понимаете давай мы выйти в прямой вот как на телеканале союз хотя бы пригласили бы особо именно на всю страну вещать я знаю что конечно не вас не пригласят потому что это будет сенсация это гром ясного неба такое не то что ледяной душ там все отморозят головы немного говорят чё бы не просил когда идешь в тюрьму но я с людьми то беседовал ни один не просил того чего я просил за долго до ареста я все время молился и молился господи не оставь меня дай мне дух молитвы а баптисты которые отсидели уже по два срока говорят а что такое у меня день превратился в сплошную молитву и везде где бы ни был на пять частей по полтора часа псалтырь за два дня просчитываю тысячи поклонов и каждый день с 8 до 10 проповедь идет никто не слышал про то почему благодать божия она обильно меня обхватила я как на крыльях летел 5 тюрем лагерь смерти как называют это не игрушка я как будто ничего не видел это бог сделал моего там ничего нету только благодать божия написал письмо то что меня в игил то переправили сирии президент написал ответ пришел что получили поблагодарили но положительного нет за это время изменилась обстановка с турции за сбитого самолета и проще я знаю иду на верную смерть и об этом моли молюсь и я один у меня программа чтобы не меньше года пробыть среди них более подходящие кандидатуры я написал трудно найти во первых это возраст возраст я ясно что не боевик я знаю как относятся они как сакалом дальше я знаю коран целая книга у меня написано в сравнении с библией 18 том открытым оком дальше мои все родственники которые там были по деду все были прекрасные отношения с мусульманами то есть у меня все содействует тому что можно попробовать меня отпустить туда а чтобы делали там а вот эта моя программа она скрыта пока я не могу никому и открывать но только скажу что она будет выражаться в том что дали комнату отдельно где мог бы молиться и беседовать когда они пожелают главное мое пребывание это молитва молитва очень очень мало таких людей как павел которые бы желали разрешиться с телом и быть со христом это уже видно я понимаю так тем людям которым приоткрылась немножко царствие божье хоть один носком как павел его увидел или кому приоткрывалась те уже именно хотят покинуть эту землю и соединиться а кто этого не видел поэтому вот этот трепет он и есть господь укажет господь говорит найдет жертву свою познакомился а он умный очень парализованный умница просто герой нашего времени и он с первого дня говорит я вас понял вы желаете умереть за христа я исповедник но я не мученик я живой остался если я сидел это исповедник другой только познакомился но зачем вы едете от чечню в турции мы же проехали там все 6 мусульманских республик но вам тоже крышка вам все равно нету но людей то зачем тащите молодых то никто нас не тронул нам мусульмане относились по-братски они помогали нам вот я кстати оснах спросил но я понял насчет смерти этот вопрос да оснах спросил это было давненько было мне 38 приснился сон мне товарищ старства небесного уехал на север пушниной занимался там на звероферме правда недолго прошел через полгода пропала по весне нашли пол тела в одной месте пол тела в другом в общем перепели него вот такая судьба это как-то он мне снится и во сне если переживешь дату 40 лет значит жить долго будешь и что интересно но мне было 38 если какие мероприятия было всегда но опостался был очень осторожен в зал это все-таки хоть подневольно но все равно там мысль было то 40 лет скоро вот вот у меня двадцать пятого день рождения для января два четвертого вечера мы друзьями немножко в то время я еще так немножко выпивал можно сказать так и на кухне 24 числа пошел воды попить поскользнулся упал головой ударился жена я слышу какой-то грохот ну вот пришла если мне жены не было дома можно сказать бы и умер там вот ударился аглозно она не слежал там может пена изо рта или еще что-то в общем она меня привела себя в порядок вот думал на шестом же спросил то есть крестово я не видел мне вот этот товарищ уже умерший приснился и вот думаю ну у нас насколько точно завтра день рождения туда день рождения оставалось два-три часа а я вот со мной такого 24 случилось и вот думаю как бы пророческий что ли сон такой может можно вспомнить возможно да возможно вот ангел бывает ангел пробуждает я с к тому и говорю что вот это явление умерших понимаю что души они сердца в определенном месте находятся они не могут являться нам это скорее всего под видом ангел под видом умерших является мы не будем так говорить мы не знаем скажем мы не знаем мы будем очень осторожны под видом умерших почти очень очень часто является демон написано и она богослового там у всех я понял много предупреждения не надо доверять ты принял сведения но и все прямо скажи да допустим оси нужно то нашло крест сотвори христов считай за мной молитву слава осу и сыну он не может прочитать за дверями стоит а у монахи так приходит дверь стучат он кто а это отвечает считай молитву отсюда то отвечает слава отцу и сыну и святому духу а которые здесь в доме то и ныне и пресное во веки веков аминь он говорит читай молитву а тот за дверями и ныне и пресное во веки веков аминь я тебе говорю считаю молитву а сатана не может первую часть молитвы там отец и сын и святой дух а он считает концовку а там неопределенно о чем говорится и ныне и пресно может ныне пресно что выпивать там мало же что делал то и хотел подмануть на не вышло а вот то есть был опытный еще даже момент связан с нами вы тоже рассказывали как-то бывают такие состояния во сне когда руки сделаешь легкость в теле и летайте во сне свое время но сейчас последняя очень редко но раньше можно сказать я практиковал этим этим занимался пытался во всяком случае этими духовными различными опытами снится сон да входишь в это состояние отрываешься в земле и уже потом уже смотришь чувствуешь ты уже знаешь это состояние немножко как бы внутренне напрягаешься и потом летаешь да а летаешь с определенной скоростью с какой угодно от квартал и поворачиваешь можно поворачивать по первому углу абсолютно и взгляд куда кинул в то же мгновение ты еще там а вот во первых первые опыты такие поворот тебя заносит вот там забор как бы скулеживаясь а смотришь и как-то тело пролетает сквозь забор вот это было первое думаю впечатление таки надо же так и потом ну уже приноровился один-второй так часто сны снятся уже знаешь что если занесет и чувство тело проходит сквозь него как будто брошьбилом и вот эти состояния я к чему сейчас хочу сказать они были да и потом как бы сон снится опять опять это состояние ну и начинал как бы не то что баловаться во сне ну летаешь скорость и чувство легкости очень удивительно а потом как-то шли две женщины во сне и ну скажем так не успел немножко затормозить и сквозь них прошел а та женщина ой чувствую дрогнула но я думаю удивился даже через людей проходишь и вообще незаметно для себя и вот так рукой провел укуси ее тела и даже рука проходит вот в тот момент когда я так провел ну это же солнце снится уже эта бабушка ой чертовщина какая-то своей подруге говорит и вот они расстались все разошлись во сне но я потом проснулся утром анализирую думаю это не очень хорошее дело скажем так заниматься в эти дни и потом все реже 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 эти скажем в эти состояния уже скажем редко стал попадать но это не очень хорошее дело не одобрять святые это но иногда господь показывает что павел был восхищен до третьего неба а в теле или вне теле горит не знаю бог знает надо научиться говорить бог знает а я не знаю у меня было такое где-то я никакого внимания не обращаю мало ли еще можете а с кровати упал один это как-то упал я в реке знаю ложился на кровать а ночью посмотрела меня на кровати нету а узнаете еще момент связаны со снами бывает снится звездное небо но все звезды не просто они хаотично а именно все в картинах каких-то в пейзажах там различных рисунках но все звезды выстроены в определенные картины и получается звездные картины и вот взгляд не можешь оторвать а потом через какое-то мгновение такой страх нападает ужас что просыпаешься этот лукаво когда ангел господин то он говорит не бойся возвещая раз не бойся сатана наоборот больше страх нагоняет тут не надо просто перекрестись и скажи господи помилуй меня ничего не говори даже явится ангел не верь и говорит господь похвалит потому что под видом ангел как исааки и печерскому явился демон и вот и считаем и к симеону столбнику первого сентября жития это смертельно опасно если ты не поклонишься ему а пришел сатана в виде христа христос и хоть поклонись он готова зачем я к тебе это господи кланяюсь а ты кто такое знать не знаю а то сатана а вниз на гляну когда один поклонился а там место ног копыта куриные ножки вот просто хочу сказать такая красота ну звезды но они все именно в таких картинах только картина не краска не писана а именно звезды со всеми разница как и делать под видом ангела играть виде ангела является лучше рассказывать никому и не смотреть кино это а я понял стадии уже очень почти давно уже я этого не помню и вот последний нюанс когда вот я рассказал детания во сне что у нас проходишь сквозь тела я сквозь там предметы там и так далее как бы сначала было удивительно потом нет ну вот потом я все-таки как бы решил не практиковать это и со временем да уже эти моменты отошли от меня а вот один единственный случай был такой тоже связанный со сном как будто ну чувствую я вознесение такое ну вверх поднимаюсь и вот смотрю допустим ну темно и ночь понимаю что звезд ни одной нет ни звезд ни луны вообще ничего нет и вот один такой идеальный свет ну скажем синий если чуть выше глаз поднимаешь уже он переходит как цвета радуги уже светло-голубой только и ты находишься и сам в этом свете и смотришь туда и вдаль этот свет не просто как я здесь а небо там а ты как бы в самом свете там находишься посмотрю чуть выше допустим но выше когда начал поднимать настолько был яркий сверх но как вот от сварки смотреть было невозможно я и дальше не стал голову допустим поднимать опустил вниз и что интересно в темном фоне я вижу земля она сжимается и уже как бы сжимается до футбольного уже меча и такая мысль мелька а а перед этим момент когда я вниз посмотрел я смотрю что тела как такового у меня нету ни рук ни рог ну вообще без тела и это мысль она меня нисколько не удивила что как бы и без тела хотя сознание естественно все работает потому что я ощущал вот эти именно все красоты когда я увидел вниз и смотрю что земля вот так уменьшается уже думаю сейчас еще секунду другая земля исчезнет ну то есть тогда все равно грубо говоря не то что я умру или погиб но я больше не возвращусь на землю надо практически будет означать смерть но это все мгновенно пролетело и вот это вот страна и вовсе начатился на земле проснулся сердце бешено колотится думал вот этот момент как бы объяснить еще вы постарайтесь никогда больше никому не рассказывать и после этого сразу объявляйте пост и молитву другого оружия нам не дано против лукавого я думаю это не от бога я тоже потому что страх сильно проснулся так сегодня у нас законченных сеанс до богом слава богу спасибо вас больше вопросов как раз это был последний вопрос с богом храни вас господин храни вас господин до свидания всего доброго до свидания всего хорошего вот видишь как новый человек май я не спросил александр май это фамилия его или что открытое лицо такое но я сказал все лишнее не надо вот так